Московский гуманитарный университет Гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд Удачи вам! Приземляемся на Камчатке Всем привет! Меня зовут Алфеева Анастасия, я эко-волонтер МОЗГУ И недавно я вернулась с поездки на Камчатку, была в Кроновском заповеднике И конкретно мы были на кордоне Озерный, который находится на Курильском озере Там потрясающая красота, вулканы, сопки, гейзеры Мне посчастливилось попасть на Камчатку благодаря конкурсу сочинений, который организовал наш университет И я очень рада, что я приехала туда и увидела уникальную природу Когда выходишь из дома и видишь медведя и здороваешься с ним На 55 гектарах территории нашего университетского кампуса Обитает множество белок и несколько десятков видов птиц Некоторые из них занесены в Красную книгу Вместе с эко-волонтерами мы восстановили былую красоту старинного яблонево сада университета Много лет находившегося в запустении Теперь это любимое место отдыха наших студентов Где каждую весну они привязывают ленточки, чтобы успешно сдать экзамены Одна из самых больших экологических проблем мира и России – стремительное накопление мусора Поэтому мы начали собирать и сдавать на переработку отходы и учим этому студентов и сотрудников В университетскую школу юного эколога мы приглашаем детей из школ микрорайона, многодетные семьи Эко-волонтеры рассказывают ребятам о необходимости экономии ресурсов Учат базовым принципам экологичного образа жизни В лектории «Эко-Токс» ученые рассказывают студентам о самых насущных проблемах экологии Мы хотим сделать территорию мозгу свободной от курения и боремся с этой вредной привычкой Территория нашего университета – уникальная мини-экосистема в огромном мегаполисе Мы понимаем, чтобы сохранить ее, нужно незамедлительно действовать В мире, о котором мы мечтаем, не должно быть сирот и болезней За пять дней благотворительной рождественской ярмарки мы собрали больше 10 тысяч рублей Спасибо вам огромное! Я надеюсь, что в следующем году нас будет гораздо больше Мы регулярно устраиваем благотворительные ярмарки, на которых собираем средства для Российского детского фонда Сотрудничаем с французским благотворительным фондом «Сами Сусьяль Интернациональ» И его создателем – доктором Эммануэли Большим другом университета был также знаменитый русский математик, академик Никита Николаевич Моисеев В последние годы жизни его очень беспокоило состояние нашей планеты Вот его слова 20 век – век предупреждений И сегодня у нас есть шанс Нужны ответственные коллективные решения, коллективная воля, коллективная совесть Человечество и планета едины И человеческий разум в своих устремлениях сохранить планету Земля должен быть един Времени больше нет Точка отчета – планета, Земля Моисеев руководил исследованиями по разработке математической модели экологических последствий ядерной войны Так называемая «ядерная зима» в конце 80-х годов XX века Повлиявшими на заключение договоров на ограничение гонки ядерных вооружений между СССР и США Продолжение следует... Продолжение следует...